Цианистого калия ему положим. Дайте ему Оскар. Я не против тройничка. Я все еще адвокат Коннора. Кота могу показать. Он микрокредит взял. С такими накачанными мужиками. Ну отсидел, малек. Сижу смотрю. Отстань. Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И сегодня мы продолжаем смотреть Sims 4 сериал Малышка. На очереди у нас пятая серия и хронометраж серии увеличивается. Он становится аж 43 минуты. Но окей, почти две минуты из этого заставка, но все равно посмотрим. Главное, чтобы эта серия была насыщена какими-то событиями. Но меня это радует. Это прикольно, когда Sims сериал идет столько времени. Другой вопрос, конечно, в том, готовы ли зрители смотреть так долго. Напишите, кстати, в комментариях ваши предпочтения именно по продолжительности серий. И именно для Sims сериалов. Конечно же, перед началом этого ролика я напоминаю вам о том, чтобы вы не забывали поддерживать это видео лайком и подпиской на канал. Ну и тыкайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также напоминаю про свой телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Там тоже много всего интересного, полезного. И мы много чего там обсуждаем. Вот правда. В тот момент, когда я тащил и урался в комнату, я сам чуть не заорал на весь зал. А ты глазами вернул. Я думал, что все девушки не любят ужастики. Так как тебе фильм? У тебя точно все в порядке? Что? Суть в том, что она даже тебя не слушала и фильм не смотрела, и вообще ей пофиг. Она там о чем-то своем думала. О том, как бы угодить или не угодить своей матери. У тебя что-то произошло? Можешь мне сказать. Все в порядке. Задумалась просто. Родители? Да. Всегда, когда мы все вместе, это какой-то дикий стресс. Я заметил, но понял, что больше с матерью. Да. Да, батя-то вообще солнышко. Мистер Мейсон помню до сих пор, если честно. Всегда был на моей стороне. На толку. Быстрей бы они уехали. На толку. Он же тряпка, и он выполняет все приказы матери. Поэтому батя, конечно, солнышко. Но характера ему бы не помешало немножко добавить. Эй, иди ко мне. Не замерзла. Если только чуть-чуть. Идем к машине. Отвезу тебя домой. Ну смотрите, окей, через эту унылую пару, казалось бы, нам, по крайней мере, пытаются показать, как должны выглядеть, ну, якобы адекватные нормальные отношения. То есть, если какие-то проблемы, то вы их обсуждаете. Не ссоритесь по пустякам. И если даже в чем-то сомневаетесь в отношениях, вы это обсуждаете. Я правильно понимаю. Если это действительно так, то это здорово. Это хорошо. Я рада, Андре, что мы решили все вопросы. Значит, завтра подписываем оставшиеся документы, и все. Можно начинать строительство. Мать, ну слушай, ты молодо выглядишь. Батю, конечно, солнышко не хотелось бы обижать. Но если тебе так нравится этот Андре, что ты к нему дочь пихаешь? В принципе, вы с дочерью одинаковые, буквально. На пару лет там разница. Поэтому мути сама с Андре. А батю, солнышко, оставь в покое, потому что он прекрасный, великолепный молодой человек. Он найдет себе такую же прекрасную, великолепную молодую женщину. Или мистера Мэйсона. Расскажи, Андре, как твои дела? Как родители? Что нового? Спасибо, Глория. Все прекрасно. Родители сейчас перебрались на Юг Франции. Живут в свое удовольствие. У меня тоже все хорошо. А как личная жизнь? Жениться еще не собрался? Глория! Что? Жениться еще на нашей дочери. Не собрался? Мы не чужие люди. Нет, еще нет. Я тяжело переживал расставание с Мией. Боюсь, что мне сложно будет найти девушку, похожую на нее. Вот она сидит прямо рядом с тобой. Девушка, крайне похожая на Мию. Ее мать. Пожалуйста, ты искал, ты нашел. Скажите, а Мия сейчас свободна? Нет, она одна. У нее есть молодой человек. В смысле, а Мия сейчас свободна? Нет, она одна. Я думала, она скажет, да, она одна. А нет, она одна. Звучит в данном контексте вообще нелогично. Так и не поняла, она свободна или нет. Наверное, сначала должна была идти реплика Бати. У нее есть молодой человек. Она такая, нет, она одна. А тут что-то пошло не так. Но мы поняли, все окей. Роберт так шутит. Они друзья и даже не лучшие. Наилучшайшие. Че, сколько можно? Они там тебя ждут вместе с Андре, уже с кольцом, со священником поджидаются. Этот парень, с которым ты говорила дома, он... Никто из прошлой жизни. Не хочу об этом говорить. Окей, как скажешь. Была не была. Давай зайдем. Я проголодалась. Не думаю, что это хорошая идея. Ой, сейчас опять мать будет ругаться, принижать его, говорить, вот ты что привела нашего уборщика мусора в дом. Зачем, Мия? И ничем хорошим это не закончится. Если ты хочешь утереть нос своему бывшему и матери за счет этого парня, то это плохое решение, потому что твои родственники начнут его унижать. И в итоге пострадает твой парень. Ой, да перестань. Главное, что я буду рада. Идем. Иди он. Сейчас это чисто для показухи. Перед бывшим и матерью это не искренние намерения. Я только что говорила, что через эту пару нам показывают, как должны выглядеть отношения. В данном случае это не так. Этого еще не хватало. Добрый вечер. Здравствуйте. Ого, добрый вечер. Мистер Мэйсон, я вас ждал. Почему он это не сказал? В смысле? Мэйсон, присаживайся. Поужинайте с нами. Мэйсон, значит. Андре, рад знакомству. Взаимно, Андре. Спасибо, Роберт. Я подожду Мию и тогда поужинаем вместе. Извините, что без приглашения. Правильно, что пришел. Мишке сложно отказать. Матя, просто любовь на века. Какой прекрасный человек. Мия бывает очень убедительна. Это точно. Слушаю. Ну и как это понимать? Мия, зачем ты притащила этого Марка? Мэйсона. Кого хочу, того и привожу. Тебя же не смущает тот факт, что в гостиной сидит человек, который испортил твоей дочери жизнь? Ну ведь моей дочери, а не мне. А Андре мне всегда нравился. Да, у меня есть муж, но знаете, я неплохо выгляжу для того, чтобы и с Андре мутить. Жаль, что тебе, видимо, плевать на это. Ну вообще, она его вроде как партнера по бизнесу пригласила у них тут. Деловая встреча, ну а что мешает помимо этого и личную жизнь настраивать, правильно? Тебе что-нибудь положить? Спасибо, я сам. Мой такой цианистого калия ему положил. Майкл, так как ты зарабатываешь на жизнь? Глория, дай молодому человеку поесть спокойно. Я предпочитаю, чтобы меня называли Мэйсон. Ремонтирую машину. Ммм, как интересно. Да, Мия? И сколько сейчас механики зарабатывают? Везде по-разному, так бы сказал чел. Ну типа в разных местах, я думаю, механикам платят по-разному. Нет какого-то определенного заработка. Ну есть усредненные, но это ж не достоверные данные конкретно по конкретному человеку, правильно? На жизнь хватает. Ну да, кому-то и социального пособия на жизнь хватает. Да, Андре, я меняю свое мнение. В прошлой серии говорила, что ты норм. Ну ты внешкой норм. Ну Зак, ты, конечно, говно человек. Молодец, Мэйсон. Сейчас молодые люди мало что умеют и смыслят в работе. Просто, боже мой, дайте ему Оскар. Я буквально плачу. Все привыкли обращаться в службы. Твой труд заслуживает уважения. А университет как вы заканчивали? К сожалению, не было возможности. Тогда понятно. И что же это тебе понятно? Тогда понятно. Тебя не научили быть такой же язвительной тварью, как я. Вот меня в институте, в университете этому научили. А ты вот там не учился, ты слишком какой-то добрый и открытый для этой жизни. Нет, нет. Ты должен был пройти эту школу жизни, чтобы быть такой же гнидой, как и я. А так только гайки крутить. Так, если посмотреть, люди без какого-либо супер высшего образования зарабатывают гораздо больше, чем те, у кого оно есть. Какая разница, есть высшее образование или нет? Главное, работа есть. Вызывайте экзорциста. Из нее сейчас демон выйдет, она в такой позе стоит. Вот-вот и накинется. Голова перевернется в другую сторону и все, пошла, как паучок по столу. Он хороший специалист. Глория. Я с вами полностью согласен, Глория. Ну только, блин, Андрея, Глория, мутите вместе. Никто не против, благословляем. Ты меня удивляешь. Помню, как ты мне совершенно иное говорила. Как ты так планку опустила за пару лет? Ну прикинь, ты был настолько человеком говно, что даже планку пришлось опустить. И типа, ох, хоть бомж, но он будет лучше, чем ты, Андрея. Проблема в тебе получается, как бы, да? Задумайся. Да что ты. Мне пора. Спасибо за уши. До свидания. Мэйсон, подожди. Какой обидчивый. Ой, Андре. За что? На нас свалился? На нас? Я же говорила, что все этим и закончится, как бы. Мия пыталась кому-то что-то доказать, а в итоге униженным и оскорбленным остался этот бедный паренек. Не думала, что буду защищать Мэйсона, но в этой ситуации его искренне жаль. Это тут при чем, дорогая? Мэйсон, подожди. Ну, постой же ты. Мэй. Что? Не обижайся. Она не думает, что говорит. Прости. А может, дело не в ней, а в нем и тебе? Скажи мне, зачем ты меня притащила? Что и кому ты хотела доказать? Вот, правильно, слушайте. Мэйсон, думающий молодой человек. Может быть, и я о нем свое мнение поменяю, да? Тебя, что я твой парень, или этому, кто он себе? Прости. Никому я не пыталась ничего доказать. Ты не ответила. Дело не в них. Мы встречались. С этого надо было начинать, Мия. Так, все, я вообще отменяю слова про то, что они идеальная показательная пара. Они друг к другу не договаривают, обижаются, ругаются. Буквально через пять минут после того, как я их похвалила. Все. Больше я о них ничего не говорю. Среднестатистическая пара. Мия нас подвела. Это прошлое. Ужасное прошлое. О котором тогда, раз это прошлое, и оно тебя не волнует, ты могла бы и рассказать своему нынешнему парню. Но раз ты этого не сделала, значит, это не закрытый твой гештальтик, и тебя это все еще волнует. Мне больно вспоминать. Я не могу сейчас тебе все рассказать. Я не готова, и я не хочу тебя втягивать во все это. Просто поверь. А что там втягивать во все это? Кто-то умер из-за ваших отношений. Кто-то кого-то обокрал, кого-то сжег. Что произошло? Что-то мега криминальное, что ты не можешь об этом рассказать. Ну, встречались и расстались. Окей. Мне плевать на него. Прошу. Может, все-таки останешься? Где? В машине останется. Батышный порог его явно больше не пустят, кроме бати Мии. Но он не сможет отстоять, судя по всему, свою позицию. Его там задавят. Черт, нет. Не пущу тебя. Не оставлю тебя с ним. Что? Езжайте к Мейсону. Поехали ко мне. Ты серьезно? Да, серьезно. Ты против? Она не против, судя по всему. Как бы вы отреагировали на то, если бы я сказал, что хочу вернуть вашу дочь? О, я была бы счастлива. Но если бы ты сказал, что ты хочешь мутить со мной, я бы тоже была счастлива. В принципе, я не против тройничка. Вот и шутки про тройничок. Неважно, Андрей. Я знаю, что моя дочь была во всем виновата. И я только за. И постараюсь тебе помочь. Почему же ты, мать, так ненавидишь свою дочь? Господи. Ну что, спать? Или, может, посмотрим фильм какой-нибудь? А то после такого денечка уснуть сразу не выйдет. Согласен. Давай. Как старый и добрый. А есть, думаю, что у них вкусненькое? Я голодная, как волк. Есть, есть. А что это было за странный кадр с кинематографичными вот этими вот черными штуками? И внезапно они пропали. Кстати, картинка от этого смотрелась лучше. Как будто бы. У меня всегда такое ощущение, как будто бы, когда добавляешь вот эти вот черные прямоугольники сверху и снизу, сразу картинка становится более шикарной, более кинематографичной, более как будто бы профессиональной. Поэтому было прикольно. Зачем убрали? Идем, обжора. Все в тебе. Вот. Они опять были, а сейчас опять исчезли. Конор, солнышко, каждый раз я с тобой здороваюсь и рада тебя видеть. Надеюсь, у тебя все хорошо. Пофиг на эту Лою. Теперь нам есть о чем поговорить, да? Салли, что за... Как это что? Может, кто? А, твоя, как там ее обозвать? Кем она тебе приходится? Девушка или объект для слежки? Ой, прости. Ты же все эти роли соединил. Закончила? Я только начала. Вот интересно, как она отреагирует на то, что я ей по секрету расскажу, кто такой Конор Эванс? О, мы узнали больше о Коноре, мы узнали его фамилию. Салли, а ну закрыла свой рот. Не трогай Конора, Конор работать пытается и зарабатывать. Пока попробуй ей хоть что-то ляпнуть. Тебе мало не покажется. Угрожаешь? Ах, дорогой, как быстро ты забыл все, что было между нами. Ну да ладно. После нашего неудачного вчерашнего разговора меня это уже не интересует. И да, я немного намекнула. Или нет. А память подводит. Дерется она, я тебе скажу. Научил бы, как постоять за себя, что ли. Ну, тут она права. Дерется она вообще ни о чем на и реагирует на драку тоже. Странно. Салли, я тебе руки оторву. Ты лучше следи за этой. Тебе стоит делать более качественную свою работу. А то прилетит тебе, а девочка-то развлекается. Конечно, такой красавчик, как Айрон. Сложно устоять. Еще и верно, в отличие от тебя. Все? Держись подальше от Лои. Если узнаю, что ты мутишь воду, Салли, я не шучу. Я устрою тебе веселую жизнь. Поверь. Не пугай меня. Я тебя не боюсь. Это твоей девчонке пусть будет страшно. И, кстати, а как ее отчим? В курсе, где она? Не справляешься, Эван. Конор, да, не справляешься реально. И слишком много инфы слил вот этой вот Салли, которая, наверное, всю эту инфу знать не должна была бы. У нее слишком много козырей на тебя в руках, поэтому бояться тебе, наверное, ее стоит, чем ей тебя. Жаль Конора. Я все еще на его стороне. Надеюсь, у него жизнь наладится. Подсказать ему, где она? Даже не знаю. Я тебя уничтожу. Пока, дорогой. Вот тварь. Согласна. Лоя тут? Ты время видел? Ни срязь, ни до свидания. Я непонятно, что ты спросил? Вали-ка отсюда. Эй, рыжий. Ладно. Дилан, вроде так. Извини, что среди ночи. Позови Лою, пожалуйста. У него у Конора просто программа была на негативный настрой. Он же андроид, все-таки присланный из Киберлайф. Он реагировал негативно. Потом вот только сейчас перестроился. А, все, прости. Дилан, извините, пожалуйста, за вторжение на вашу территорию. Не подскажете ли вы, где Лоя? О, ну ты удивляешь, однако. Она спит уже. Ди, что такое? Кто там? Конор? Че приперся? Рэйчел, разбуди Лою. Ща бегу. Ты время видел? Слушай, дорогуша, кем ты себя возомнил? Ты слишком много на себя берешь. Она спит и будить я ее не собираюсь. Ты ведешь себя как полный мудак. Скажи, какой адекватный парень выгонит свою девушку, когда у нее проблемы? Ты то даешь ей надежду, то отнимаешь. Конор, реши уже, чего ты хочешь. Хватит. Он хочет не работать на отче малое, но если не работать на отче малое, то зарабатываешь купейки. А он хочет зарабатывать миллионы. Она не вещь. А то сегодня она нужна, а завтра нет. У нее и так мало хорошего в жизни происходит в последний год. Она доверилась тебе. А ты? Мне больно смотреть, как она переживает. Она мне как сестра. И я не хочу, чтобы над ней издевался какой-то заздавшийся тип. Я ее не выгонял. Я хотел как лучше для нее. Рэйчел, все слишком сложно. Ну, по факту он ее не так, чтобы прям выгонял. Он просто спросил, когда ты спланируешь вернуться домой. Ну, я подумала, ну, может быть, так будет лучше. Надо как-то поговорить с отчимом, решить проблему. Ну, не вечно же тебе у меня жить. Как бы, правда? Правда? Он не говорил ей, типа, все, выметайся отсюда, вон. Не так дело было. От тебя требовалось всего лишь выслушать и поддержать ее. А что сделал ты? Так было необходимо. Я вообще с вас баб фигею. Она страдает. Опа, программа зашла в не то русло. У Конора андроид немножко шалит. Барри с каким-то белобрысым челом. Так она еще и жертва. Видите ли, я обидел девочку. Конор, ты точно больной? Ты где-то по пути головой не ударялся? Он ей помогал. Ой, что-то я слышал такое в прошлый раз. Ну, как бы, да. В принципе, его претензии тоже обоснованы. Не успела уйти от своего, как бы, парня, с которым она встречается. И он считается, как бы, ее парнем. Как уже там с каким-то другим, с этим Айроном. То она у него дома оказывается, то он ей ранки замазывает. Помощник, видите ли, нашелся. Помогает. Знаем и такую помощь. Ага, ага. Айрон то, Айрон это, какой молодец. Что в этот раз произошло? Цунами? Наводнение? Ураган? Или Конор обидел Лою? Рейчел, что случилось? Все хорошо, тут дверью ошиблись. Лоя! Конор, что ты тут забыл? Тебя. Уходи, я не хочу тебя видеть. Я хочу поговорить, прошу. Мне кажется, что ты уже сказал все, что хотел. Да в смысле, он ничего не успел сказать, ты его не успела выслушать, ты гордо хлопнула дверью и ушла. Пожалуйста, послушайте человека, дайте Конору шанс, умоляю, я его адвокат. Выслушай меня. Я прошу только две минуты. Хорошо, только быстро. Не оставить... Две минуты, довольно быстро. ...вторите нас. Еще чего тебе? Да, идем. Пусть поговорят. Нужно давать людям шанс на разговор. А ты много со мной? Это чудо, а не лекарство, которое принял сегодня Дилан. Слушаю тебя. Прости, что отпустил. Выгнал. Прости, я не привык жить с кем-то и... Можно было нормально объяснить. Ну так и ты могла бы нормально выслушать. Оба они дурачки. Послушай, я правда считаю, что тебе необходимо поговорить с отчимом. Глупо при таких возможностях, как у тебя, жить непонятно где. Ну вот, вот. Он пытается аргументировать свою точку зрения, Лоя. Скитаться по друзьям. И, Лоя, что у тебя с лицом? Откуда это? Не важно откуда. Я уже говорила. Я не вернусь домой. Какая же ты глупая. Не понимаешь, что с тобой не так? Это со мной что-то не так? Пока, Коннор. Найди умный. Коннор, ну блин, ты тоже из крайности в крайность. То все нормально, прости меня, малыш. То, ну слушай, ты такая тупая, глупая. Господи, с кем я связался? Ну, он в сложной ситуации. Он работает на отчима. И, наверное, он не очень сильно хочет общаться с этой Лоей. Потому что она ни рыба, ни мясо. Такая же какая-то скучная и унылая. Коннору бы просто где-то поддыхать на островах. И наслаждаться жизнью. А приходится быть здесь. Ну, вы поняли. Я все еще адвокат Коннора. Определись уже. Я остаюсь тут. Все. Что приходило, о чем поговорили? Еще не изменилось. То ли ты совсем тупой, то ли прикидываешься. Почему до сих пор денег нет? Лои нет. В чем дело? Деньги завтра будут. Лои у подруги ночует. Все под контролем. Ты должен уяснить одно. Ты проиграешь. Во что бы ты не решил с нами играть. Что за... Он даже, наверное, получается, и не работает на отчим. Он ему просто должен по какой-то причине. Что он сказал? Ничего. Лои. Сегодняшняя серия это просто плейлист дневников вампира. Одобряю. Я все еще думаю, что ты маньяк. Еще какой. Чай, кофе? Буду чай. Понял. Сейчас сделаю. А печенек нет? Есть. Но только шоколадная. Моя любимая. И мое. И ты. Короче, до чая так и не дойдет с печеньками. Сначала кекс. Но вот печенек я бы все же съела. Будешь есть кекс, я сказал. Далее нас ждет сцена 18+, под песню с авторскими правами. Но вы можете посмотреть оригинальную серию после моей реакции, конечно же. Ссылочка на нее в описании. Кстати, эта песня, по-моему, тоже из дневников вампира. Хороший сериал, хорошие времена. О, цыганский барон. Перстни на месте. Все хорошо. Каждый раз в виде цыганского барона главное проверить, на месте ли перстни. Это основное. Ты хочешь влипнуть в очередные долги? Я вообще-то тебя в прошлый раз тоже защищала, по итогу зря. Отлично. И Кевин, присматривай за Конрад. Что ты вон себе любит? И посматривай за Лоидом глазом. Она у вас на районе зачастила. Принято. Могу идти? Да, проводите его. Такие счастливые все пошли. Доброе утро. Доброе. Глянь, стоит твой мэн. Ночевал всю ночь тут, что ли? Как хочет. Хм, сейчас приду. Не ходи. Он тебя уболтает, и ты его простишь. Но этот козел не изменится и не поймет, что сделал не так. Ну ты же продолжаешь общаться со своим братом, хотя он тоже не меняется и все делает не так. Ну ты, солнышко, уснул в машине, был вынужден. Вместо того, чтобы спать где-нибудь на островах, отдыхая и попивая коктейли. Ну и что ты тут делаешь? Плю. Конор, я про то, что ты тут делаешь. Почему это все? Пожалуйста, поехали домой. Отвезу тебя. Опять та же пластинка. Я же сказала, что нет. Привет. У тебя все нормально? Помощь нужна? Да, Айрон, это же знаменитый помощник для Лоя. Он же помогает ей во всем. Каждый раз он помогал. И однажды Конор, зайдя в спальню, увидит их вместе раздетых. И, ну, это тоже помощь своеобразная, понимаешь? Ей был одинок. Он же помог. Прям мать Тереза. Хватит с тебя. Ты что-то сказал? Нет, нет, Айрон. Все нормально, честно. Что такое, Лоя? Защищаешь своего помощничка? Что такое, а? Нравится? Что за бред? Я никого не защищаю. Лоя, садись в машину. Поговорим без лишних ушей. Нет. Садись в эту чертову машину. А иначе я силой тебя посажу. А иначе 28 ударов ножом, Лоя. Будь аккуратней. Если ты не сделаешь это, то я то. Почему ты всегда решаешь все за меня? Да что с тобой? Пока мы не наговорили друг другу гадостей, уезжай. Слышишь? Уезжай. Кота, могу показать. Смотрите, какой кот. Какой порой же кот у меня есть. Пряник, между прочим. Пряник, да. Покушал? Ты накушался? Ты мой славный, славный кот. Тебя теперь видно четко, кот. Доброе утро. Доброе. Как спалось? Можно я останусь здесь навсегда? А чай с печеньем это попили? Нет, просто интересно. Буду рад. Сделай нам кофе. Да ты и чай обещал в прошлый раз, так и не сделала. Теперь с кофе та же фигня будет. Здорово. Привет. Кевин звонил. Сказал важный разговор у него к нам. Что скажешь? Пойдем? Выслушать его стоит. Все-таки не один год друг друга знаем. А это прямо сейчас. Мэй, а можно мне еще... Оу, привет. Еще и Айрана немножко. Ой, Айрана, прости, оговорилась. Привет. Пару минут у тебя есть? Я жду тебя в гараже. Давай. Какой-то двухголовый волк у него набит. Купола, кости какие-то. Очень странные татушки у этого чела. Девер. Ну, что ты хотела? Мэй, сам и делай. Сейчас. Опять они вдвоем, и опять я буду думать, одинаковые у них прически или нет. Здорово. Так, парни, какое дело? Я разрешил с вопросом, и больше ничего никому не должен. А вот ваши деньги, извиняю, что можно продолжить наше сотрудничество. Ну, так что скажете? Один он и где. Эта ситуация касается нас всех. Трубу не сняли. Ммм, как же так за ночь все поменялось быстро. Странно как-то. Он микрокредит взял. Как вам такое? Будем отдавать потом в тройном размере, пацаны. Заново что-то замутил. Ну, к чему подробностям? Я просто все решил. Парк, все нормально. Я всего лишь хочу загладить вину. Как насчет выходных? Сегодня мы едем на пляж с ночепкой и отдохнем в старые времена. Так что я закрепил перемирие. Странно это все, Кейн. Не находишь? Ничего странного. Я всего лишь пытаюсь изъединиться и устроить эдакий тимбилдинг. Но, братан, и... Я не могу. Кейн стал коучером. Айрон, попробуй смотришь. Ладно. Но знай, если еще какая-то непонятная фигня, это точно все. Я понял. Ну, так что насчет моего предложения? Договорились. Так и я буду не один. Окей. Айрон, ты что скажешь? Давай, расслабимся, отдохнем. Ну? Добро. Кто? Маркус. Достал название. Так Маркус, это цыганский барон, я правильно понимаю? Привет, милая. Ого. То ли мне снится, то ли ты слишком милая с утра. Привет. Ну, привет. Что тебе принесло? Я с предложением. Сейчас Дилан выйдет и его как принесло, так и отнесет. Далеко и надолго на пляж одного в виде трупа. О, я слишком молода, чтобы выходить замуж. Не торопи события. Детка. Говорил же, что хотел. Пригласить тебя кое-куда. Мы тут с парнями собираемся выехать, отдохнуть на пляж. Ты как, с нами? Я за. Только я с Лоей поеду. И с Диланом, судя по всему. Почему Дилана вы не берете в расчет? Он что тут один с ума сойдет? Опять нарвется на очередные неприятности. Его опять побьют, закопают. Он оттуда вылезет, его снова побьют. Опять какие-то будут неприятности. Вам надо берите его с собой, но только свяжите и кляп в рот. Все. Мэй тоже едет с подружкой. Бери кого хочешь, главное, чтобы ты была рядом. Рэйчел, ну никаких но. Тогда собирайтесь, я позже позвоню, скажу время и выезжаем. Кто куда выезжает? Мы выезжаем на пляж, а твоя кукуха выезжает далеко и надолго. Привет, Дилан. Ага. Ну так что? Едем на пляж. Кевин приглашает. Ты не едешь. Дилан, мы едем компанией. Айрен, Мэйсон и девчонки. В чем проблема? Поехали с нами. Ой, зря. Он же испортит вам весь отдых. Найдите те таблетки, которые он принял вчера, и тогда, может быть, еще есть шанс не испортить себе отдых и веселье, но что-то сомнительно. Ну еще чего. И что ты мне втираешь? Вряд ли они с тобой заговорят после вчерашнего. Я решил все вопросы. Мы зарыли топор войны. Это ничего не значит. Девочки остаются. Рэйчел, Лоя, я наберу. Увидимся. Да, Дилан, на твое мнение всем плевать. Дилан, что ты снова начинаешь? Почему, как только мы начинаем нормально общаться, ты своими тупыми запретами и претензиями все испортишь? Еще раз говорю, мы едем, и это не обсуждается. Рэйчел, я тебя не отпущу. Потому что я тебя люблю. А ты будешь с Кевином? У меня на глазах? У меня же пердечный сриступ случится. Эй, а в чем проблема? Дилан, поехали с нами, и все, проблема решена. Нет, вы только еще больше себе проблем наживаете этим решением. Не надо. Вот именно. Ди, не будь злобным братом. Поехали. А он не злобный брат, он ревнивый парень. Лоя, дорогая моя, ты где? Дорогая? Маркус, я в порядке, я урычу. Лоя, я так волновался. Стоит такой с коктейлем, оба сына. Я так волновался. Ты не представляешь, капли пил. Капли пил в коктейле, мохито там или что у него, не важно. Лонг Айленд. Короче, да, капли туда закапал и вот, да, успокаивался. Я привык общаться с пацанами, с такими накачанными мужиками, которые на меня работают. Иногда мы с ними развлекаем. Ну, не важно, это уже другая тема. Короче, я привык общаться с мужским полом, а тут ты, вот да. У нас кроме друг друга никого нет. Нам надо обговорить все моменты. Обещаю, что больше не повышу на тебя голос. Возвращайся домой. Без тебя тут совсем пусто. Хорошо. Правда? Да, но меня пригласили на пляж с ночевкой, я согласилась. Домой заеду за вещами, надеюсь, вы не против? Да, конечно, жду тебя. Сидит самый переживающий человек на планете Земля. Я ночами не спал, не ел, похудел, устал. Вот даже нет сил встать, как бы. Ага. Послушайте, я хочу расставиться в точке ноги. Мне было бы крайне неловко сидеть перед каким-то левым челом, у которого нараспашку футболка он такой сидит, а ты перед ним стоишь и что-то там рассказываешь, будучи молодой маленькой девочкой. Я не ваша дочь. Мы друг другу ничего не должны. Подождите, не перебивайте. Не хочу вас напрягать, и я бы хотела переехать. Я же могу это сделать. Ты уверена? Дом большой? Да. Я правда этого хочу. Хочу жить самостоятельно, самостоятельно зарабатывать на жизнь. Я не против Лоя. Вали куда хочешь, главное не помри до 18 или до скольки там, до 21, когда все богатство должно перейти мне. Потом помирай. Придется. В любом случае. А пока делай, что хочешь, главное следи за своей жизнью. Ну давай поговорим об этом после твоего дня рождения. Идет? Идет. После твоего дня рождения я просто тебя задушу, поэтому даже и разговаривать не придется. Вот и отлично. А пока? Подыщи жилье. Но не выбирай убогое. Все-таки я себе не прощу, если ты будешь жить непонятно как и где. Я же давал обещание твоей матери. Хорошо. Ты давал обещание ее матери сидеть перед ней, светя сосочками? Ты ведь со своим парнем едешь, да? Нет, с подругами и друзьями. Вы поругались? Неважно, все хорошо. Я пойду. Давай. Сын, ты слышал? Да, похоже парнишка наш совсем зарылся. Видимо он ничего так и не понял. Да ну как он ее насильно заставит с ним быть? Ну там просто диалог не пошел. Там куча программ. Конор. Андроид. Он запутался. Злобно говорить. Нейтрально или по-доброму. Там по программе в общем пошло не так. Простите, чуваки. Ему дали пива с успокоительным что ли Диону? Чего грустишь? Ну да, вспоминала. Когда последний раз выбиралась к морю. Два года назад. Еще мама была жива. Мы были счастливы. Сочувствую. Извини. Не знал. Все нормально. А слушайте, это у него не купола набитые. Это типа корона и две женщины к ней тянут. Ну странные тату все равно. Странно. Она особенная. Не такая, как мама в обычном понимании. Она другая. Она на мир смотрела иначе и улучшила меня этому. Никогда не получала и не читала аннотации. Как ее звали? Лорен. Красивое имя. Да. Она была очень красивая. Она всегда пыталась шутить. Даже когда знала, что постепенно умирает. Ко всему относилась с юмором. А твой отец? Он умер. Когда я была маленькой. Несчастный случай. Сейчас же остался лишь отчим. Вряд ли назвала бы его своей семьей. Но, наверное, хоть что-то. Мне жаль. Думаю, ты обязана улыбаться ради них. Твои родители наблюдают за тобой. Думаю, они бы хотели, чтобы ты была счастлива и наслаждалась жизнью. Это он ей опять помогает, если вы вдруг не понимаете. Он просто ей помогает. Ты прав. Значит, надо веселиться? Как тебе такое? О, безудержное веселье. Она прыгнула в воду. Никто до нее такого не делал. Это просто сверх веселье. Накупалась? Не завид из люка. Ой, было бы чему. Я так рада, что веселится как раньше. Я скучаю по ней такой. Согласна. А все потому, что рядом нет темных личностей. Так, это вы про Конора. Не надо тут гнать на Конора. Конор солнышко. Детка, не хочешь прогуляться вдоль берега? Не хочет. Мило, конечно, Дион, что ты отзываешься на детку, когда это говорит Кевин, но, по-моему, не к тебе обращались. Парни, парни, не портите момент. Дион, расслабься, хватит. Кевин, прогуляемся. Там Лоя позвоночник себе только что сломал, мне кажется. Шикарный вечер. Согласна. Так, Кевин, ты что-то говорил про прогуляться? Идем? Конечно. Рейчел. Они же собирались еще до этого прогуляться. Спокойно, Дион, спокойно. Не могу спокойно смотреть, как он и она. Как он ее уводит у меня, и все такие... В смысле, вы же просто брат и сестра. А, ой. Кто это с ним? Не знаю. Мэй, может, мы тоже пойдем? Да, конечно. Доброй ночи. Спокойный. Добрый. Мой сын прав. Хороший день. Отвлеклась от всех проблем. Ты сделала мой вечер замечательно. Ой, помощник, хватит помогать. Сейчас она не нуждается в твоей помощи. Уже прохладно, возьми. А, она замерзла, вот в чем заключается помощь. Окей, спасибо. Айрон, можно вопрос? Конечно. Какой угодно. Расскажи немного о себе. Да нечего особо рассказывать. Ну, отсидел, малек. Ну, лет 20, ну, бывает. А вот вышел год назад. Не 21, кстати. Как, нечего. Я хочу знать, кто всегда рядом со мной в мои так называемые смутные времена. Я не отстану. Рассказывай. Как ты могла заметить, я не особо разговорчив. Но для тебя могу сделать исключение. О, я буду признательна. Ты сделаешь этот вечер еще лучше. Ты всегда был не особо разговорчивым. Нет. Раньше был жуткий болтун. Особенно в детстве. Мой рот затыкался только, когда я ел. И то на пару минут. Потом в камере мне как-то заткнули рот иным способом. И вот с тех пор. Я подумал, лучше его не открывать. Именно досталось Мэйсону. Не знаю, как он меня терпел. Зато сейчас, наверное, отдыхает. По тебе и не скажешь. Я серьезно? Я даже мечтал набить тату с пиццей или бургерами. Хорошо, что вовремя одумался. Да, и набил корону со странными женщинами, двухглавого волка, какие-то кости. Уж лучше бы бургеры и пиццу. Зачем столько татуировок? Каждая имеет какой-то смысл для тебя особенный. Каждую набивал мой новый сокамерник. Поэтому, да, я таким образом вспоминаю каждое имя. Да, нет, это долгая история. Но поделись, мне правда очень интересно. У меня не одно и но, очень хотелось бы. А, ну так это тебе сесть надо. Шутки про отсидку Айрона продолжаются, как вы понимаете. Ты меня позвал же не просто так, так ведь? Конечно, не просто так. Хочу побыть с тобой наедине. Твой брат с тебя глаз не спускает, бесит. Я-то в курсе. Иди ко мне. И еще чего? Гуляем, Кевин. Просто гуляем. Ага. О, сейчас Дилан откуда-то из кустов такой. Здравствуйте. А можно к вам, ну, хотя бы присоединиться? Ну, пожалуйста. Ну, где истерика через три, два, один? Может быть, Дилан снимает где-то их в кустах? Подумал, ну, хоть заработаю на чем-нибудь. Ну и куда же ты пропала, Лоя? Бедный Конор. Мне бы жить да жить своей жизнью, а я тут за Лоей должен бегать. Ой, Эванс, что ты как пес? Ждешь своего хозяина? Ты жалок. Она сейчас там нежится на пляже с красавчиками. И даже не думает о тебе. А ты откуда все знаешь? Скажи-ка мне, а? Тебя это не касается. Ты куда-то шла, вот и иди. Пока не отхватила. Конор, ты слабак. Прогнулся под эту девчонку? Тебя так задевает, что я с ней? Или что? Она не такая, как ты. Она другая. Какая? Другая. Кто понял отсылку, тот понял. Не смей говорить ничего о ней. Ты не стоишь ее волоска. Кто-то влюбился. Как мерзко. Ненавижу тебя. Кстати, я не поняла, в какой момент он в нее влюбился. И за что вдруг. Ой, ну, Конор, ну что такое? Надо было дать ей по лицу и идти. А так вот видишь, что получилось? Ну, вот же сволочи. Ты о чем? Конор, опять ему разгребать кучу этих проблем. Ну, что ж, ребятки, вот такая вот серия. И как ни странно, музыка в конце играла громко. А некоторые реплики посередине серии были тихими. Музыка хорошая. Поэтому не грех ее и громче реплик поставить. Правильно? Несмотря на весь трэш, который происходит в этом сериале, на это смотреть интересно. Не знаю, как это работает, но вот так это работает. Поэтому мне сериал нравится. Я бы хотела продолжать его смотреть. А вы напишите в комментариях, хотите ли вы видеть дальше. Что будет происходить в жизнях наших любимых теперь уже персонажей. Я думаю, за пять серий мы с ними... За пять серий, которые шли там по полчаса, по сорок минут, мы с ними точно сроднились. Но, конечно, главной звездой для меня остается Конор и батя Мия. Как вы поняли. Что думаете? Пишите свои впечатления от серии. Кто вам нравится из персонажей или какая пара вам симпатизирует, а кто вас, откровенно говоря, из персонажей раздражает. Уточняю, из персонажей. Если вас раздражаю я, то что вы делаете на этом канале? Как бы да. У меня на сегодня все. Я опять-таки напоминаю про подписку на канал, про колокольчик, про бусти, про твич, про телеграм, про инстаграм, ну и так далее. По списку вы обо всем об этом знаете. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok